Всем привет, с вами Федерка, стараясь по сверху не взлетела, у меня не было три выбора, я решила взять ракцию на какую-то серверовую, все хотят в голову. У меня не было видео, потому что уже видео, которые я делала, не взлетают, еще не снимать, теперь это к вам, у меня вопрос. Надо видео смотреть этот фильм. Спасибо вам большое, приходите к нам еще. Это ты реально такой начал, а что врач нам заказывала, мне интересно. Сегодня выручки больше на мое удивление, но зато можно идти домой. Здравствуй, ты можешь сделать мне стрижку? Простите, но без записи я не могу принять, да и мой рабочий день закончен. Я заплачу больше, чем надо, мне срочно нужна стрижка. Оф, ладно, пройдемте. Через два часа. Почему не покажешь, как я господи? Может, мы на вас возлюбим? Или мы поклонили? Спасибо тебе, малышка. Стрижка просто прекрасна, так что буду советовать тебя друзьям. Аврора, ты же еще студентка. Зачем ты так тратишь свои силы? Вот это поворот! Просто я не хочу брать деньги у тебя, братик. Мне неловко делать такое. Ты и так меня к себе приютил. Аврора, я твой старший брат. Мне для тебя ничего не жалко. Запомни это. Ты не думаешь, что твой брат может посмотреть, что ты это? И вот твой старший брат, ему не жалко денег. Правда, братик? Стать известным парикмахером – моя мечта. Да и я хочу помогать тебе. На следующий день. Аврора! Ну что, как провела день вчера? Как там Марк? Ну, вчера на прогулке он признался мне в чувствах. И теперь мы пара. Но я так и знала. Знала, что вы будете вместе. А ты невеста, будущая невеста. Ла-ла-ла. Чир, я подружка невесты на свадьбе. Так, а как прошел твой день? Как работа? Вчера было много выручки. Я довольна этому. Брат, правда, недоволен, что я поздно прихожу. А так все хорошо. Блин, сейчас же русский. Черт, я не хочу. Как я тебя поднимала, Вилл. Пожалуйста, ка под... После пар. Ой, здравствуйте. А я вас помню. Точнее, тебя. Привет, Аврора. Я к тебе по делу пришел. По делу? И по какому же делу ты пришел? Моей сестре понравилась моя новая стрижка. И она хочет, чтобы ты подстригла ее. Ой, ну конечно. Если ей понравилось, то я с удовольствием сделаю это. Тогда поехали ко мне домой. Она ждет тебя. Дома у Оскара. Ну что, сестра, я нашел то чудо, которого ты хотела. Отлично, солнце. Пройдем в комнату. Там и подстрижешь меня. Через два часа. Спасибо, спасибо, сделала прям так, как я хотела. Ты ее сейчас задушишь, успокойся. Да не волнуйтесь. Я уже привыкла, меня так частенько тискают. А так, я очень рада, что порадовала тебя, Киба. Эй, солнце, оставайся у нас на кофеек. Ну, даже не знаю, мне как-то неловко. Да оставайся, все нормально. Тем более, Киба тебя не отпустит. Что верно, то верно. Через тридцать минут. Но мне пришлось докрикиваться до него. А почему не рассказывала всю прям историю? Так, зачем докрикиваться? Существует прием. Между ног бахни, а когда согнется, поцелуешь. Спасибо, возьму на заметку. Слушай, а почему у тебя нет парня? Ну, я даже не задумывалась об этом. Да и в любви мне никто не признавался. Странно. Такая милая, классная девушка, а парня вообще не было. Ну, не страшно. Найдем мы тебе парня. Я и мой характер. Да, со мной трудно найти общий язык. Да какой мне парень? Я даже целоваться не умею. Что ж, ребят, спасибо за гостеприимство. Но я должна бежать. Или брат обзвонить все морги в поисках меня. Пока, Аврора. Ну, как она тебе, братик? Понравилась? Ну, она симпатяшка. Наверное, да. Верное, строговорочки встают чёрный экран. Супер. Что с брат... А что тебе, брат, ответил, а? Вопрос... А домой когда пойдёшь, Аврора? Аааа, маньяк! С каких это пор я маньяк? Ох, прости, пожалуйста. Я заработала, и теперь всякая мерещится. Что? Ходить не умеют! Ты знала, что существует отдых. Домой иди, дурёха. Я не могу, пока смена не закончится. Оскар, поставь меня на пол, живо! Чтоб ты не втыкала! Ну, зачем ты меня притащил к себе? Да чтоб ты, дура, отдохнула! Раз на то пошло, я бы лучше дома отдохнула. Ну, ты точно дура. После одиннадцати маршрутки не ходят, а такси хрен вызовешь. О, есть автобус, который... И видимо, такси можно позвали! Так что уложи свою бронированную задницу на кровати, спи! Ну, ладно. Милашка. Всем доброе... Доброе утро! Бро, ты издеваешься? Тут гости! А ты, блин, это... Надень кофту, тебе лу-кусок! Не, не хочу. Я привык ходить без верха дома, так что нет. Надень, я говорю, извращенец! Ну, ладно, детка, как скажешь. Кипа, я верну это платье. А как же колледж? Забудь о колледже. Ты теперь стала популярна. За платье не беспокойся, как и за колледж. Мы тебя, если что, отмажем. Кстати, а почему я должна идти на фотосессию с твоим братом? Ну, потому что он мой брат. Я же не буду с братом на фотках обниматься. Не волнуйся, это просто фотосессия. Да и это отличный способ показать тебя всем, как отличную парикмахершу. Блин, Оскар, вы и так слишком много сделали для меня. Только мне кажется, что платье слишком короткое, и оно мне не идет. Нормальное платье, не волнуйся ты. Но я на работу не наряжаюсь красиво. Ты в любой одежде выглядишь прекрасно. Хватит волноваться. Оскар, ты реально хочешь сказать, что эта прекрасная девушка – обычная парикмахерша? Ну, вообще-то это так и есть. Просто Оскар и Киба настояли так прекрасно одеться. Оскар, ты отхватил бриллиант. Держись за нее обеими руками и ногами. Да, я знаю, Эндрю. Я уже держусь. Так у нас фотосессия вообще будет? Боже, Оскар, обижаешь, конечно будет. Я не упущу такого шанса устроить фотосессию с этой красавицей. Эндрю, фотки просто отпад. А ты что скажешь, куколка? Эндрю, мне очень нравятся фотки. На них я не похожа на саму себя, честно. А ты как хотела. Такое красивое личико и внешность прятать от всех за маской. Слушай, у меня вопрос. Отчего бы ты действительно хотела вместо работы парикмахером? Ну, я вообще... Я хотела раньше стать актрисой. Даже в девятом классе сдавала предметы для этой профессии. Но у меня ничего не вышло. Экзамены я провалила. Родителям пришлось платить. Чтобы я получила эти статуи, моим единственным шансом стала парикмахерская. Ох, печально. Ну ничего, не будем грустить. Жизнь все еще может измениться. Ладно, ребятушки. У меня сейчас другие клиенты. Так что топайте домой. Оливер, ты обещал, что мы поедем домой к моему брату, а не в колледж? Аврора, хватит вести себя как злой котик. Твой брат обещал подойти к колледжу. Оливка, прости. Аврора! Боже, мышонок мой, как я соскучился! Я тоже очень соскучилась, братишка. Почти два дня не виделись. Братишка, знакомься. Это Оливер и Киба Инторис. Они позаботились обо мне за это время. Так что не злись на них, братик. Так это ты, Дэймон, брат Авроры. Вы уж простите меня за мою сестру. Она, наверное, доставила вам неудобства. Нет, блин, это он к твоей сестре приставал к любви. Особенно, если учитывать то, что вы популярны и у вас полно дел. Ой, да не страшно. Нам приятно ухаживать за твоей сестрой. Особенно моему братику очень нравится. А я не ты, я не отрицаю правды обо мне. Так, тебе понравилась моя сестра? Знаешь, я не люблю ее, она мне просто симпатична. Что ж, вы не обижайте мою сестру, пожалуйста. Она мне очень дорога. Конечно, Дэймон. Мы даже не собирались обижать ее. Почему после его слов я чувствую себя, будто меня предул родной человек? И сердце как-то странно звучит. Ничего не понимаю. Ты что, плакала всю ночь? Ну, да, я думала, ты не слышишь. Ну, ладно. Я, конечно, люблю, когда ты говоришь правду, но в данной ситуации мне это правда не нравится. Знаешь, когда не можешь разобраться в своих чувствах, будет желание только плакать. Хей, мышонок. Ну ты чего, не расстраивайся, все будет хорошо. И за эти восемь минут она говорит, блин, началось. Придет время, и ты поймешь то, что тебя сейчас очень волнует. И не стоит плакать по ночам из-за этого. Чувства и правда очень сложные эмоции. И контролировать их сложно. Как и разобраться в них. Мелисса, прости, что не брала трубку, у меня телефон сломался. Тупая идиотка. Ты не могла с чего-нибудь телефона позвонить. А ты, я так понимаю, теперь звезда? Ходишь на фотосессии с известными людьми, да и тебе все девчонки завидовать будут. А, хе-хе, но это недоразумение, мы просто друзья. Вот они и решили помочь. Пошли лучше на пары. До свидания, заходите еще, мисс Белла. Я всегда вам рада. Блин, не рада. Здравствуйте, хозяйка. Как провели медовый месяц с мужем? Все прошло отлично, милая. А как твоя работа? Как клиенты? Довольны? Все прошло просто отлично. Все довольны. Недавно даже фотосессия с известными моделями была. Так что мы с вами скоро прославимся. Ну, я рада, что все отлично. Ты можешь забирать свою выручку и идти домой, а то уже поздно. Сегодня холодно. Не думала, что вечером будет так холодно. Еще стремный музыку поставили. Давайте я поставлю нормальный музык. Надо бы когда-то позвонить, чтобы он мне такси взял. Алло, братец. Ты бы не мог вызвать мне такси, зато он в маршрутку опоздал. Конечно. Конечно. Сейчас он. Аврора. Аврора, возьми трубку. Почему ты кричишь? Сестренка. Ну что там, брат? Я подключу все наши связи. Аврора не будет. Полиция говорит, что это было запланированное похищение. Авроры три дня нет. Мне страшно за нее. А почему не показывали, что вы три дня делали? Дэймон, не волнуйся. Ее найдут. Обязательно найдут. Кто-нибудь, помогите! Пожалуйста! Я хочу домой! Телепорт опять! Где ходьба? Привет, малышка. Мелисса, отпусти меня домой к брату. Ее лучшая подруга украла. Она же начальник сказала, что у нее есть парень. А теперь она хочет со своей подругой, что ли, это жениться. С чего бы мне это делать, малышка? Чтобы тебя у меня украл какой-то мудила богатенький. Мелисса, мне тут плохо. Мы нашли местонахождение Авроры Адамс. Так что вы можете не волноваться. Мы сегодня же поедем и вытащим ее оттуда. Стоять! Это полиция! Руки за голову! Не с места! Врач уже едет. Так что ее скоро отвезут в больницу. Милая, пожалуйста, только не умирай. Ребята, я так рада вас видеть. Я думала, я там умру. Чему не показывают, что с ними было, что были эти дни... Боже, а как мы соскучились. Мы все не спали, пока тебя искали. Да, Дэймон тебе говорит правду. Прогулки для тебя сейчас очень полезны. Так что будем выбираться гулять чаще. Оскар, спасибо, что ухаживаешь за мной. Я тебе очень благодарна. Правда, мне очень жалко Мелиссу. А вдруг ей там плохо будет? Не волнуйся, солнышко. С твоей подругой все будет хорошо. Ну ладно, я рада. Завтра у меня фотосессия и интервью. И я хочу, чтобы ты... Выступила там в качестве моей... Девушки. Я сейчас сдохну. Почему я сразу не мог сказать? Так... Я так понимаю... Выбора у меня нет? Правильно понимаешь, солнце. Ладно, выбора у меня нет. Так что пойду. Стой ровно, как столб. Хора вертеть своей головой. Хватит уже мучить мои волосы. Мы уже тут прическа час возимся. Мама мучится моими волосами, потому что у меня куча колтузов. И она собачья вообще красивая. Я сказала, стой ровно. Мне надо привести тебя в полный порядок. Аврора, ты просто шикарно выглядишь. Спасибо, Оскар. Мне очень приятно. Да-да, я сделаю это. Ну что, как тебе тут? Мне нравится. Я никогда не была на подобных мероприятиях. Со мной ты побываешь на многих крутых мероприятиях. Мне еще на сцене давать интервью. Так что в этот момент стой возле меня на сцене. Господин Оскар, в последнее время вы начали фотографироваться с девушкой. Скажите, она ваша муза или же она ваша девушка? Она не только моя муза, но и девушка, которую я очень люблю. Солнце, поднимись на сцену. Солнце, скажи, ты будешь моей девушкой? Эй, солнышко, ты чего плачешь? Я просто очень рада. Да, я буду твоей девушкой. Милая, ну успокойся уже. Это ты виноват. Мы этих-то воспитать не можем. А сейчас ждем еще и второго сына. Милая, тебе нельзя волноваться. Успокойся, малышка. С вами побудешь спокойной. А что дальше было, что жить не стало? Итог. Мне это, если не сказать, я отношусь нейтрально и мне даже сказать плохо. Мне покажешь, что было, было. И так будет все в комментариях. Интересно. Жестко. Очень. Тоже. Уже честно, когда я прочитала это название, я думала о лаврове. О певице тот самый, который был популярным отрядом его фамилии. Ну все, конец видео. Всем пока. Я умираю.